полторы тысячи гектар у нас кукурузу выращиваем 500-600 осадков по-разному ну в пределах там от 300 ну до 500 миллиметров максим возникла необходимость сушилку покупать ну во первых можно сеять поскольку на зон такая сказать поздняя кукуруза у нас не вызревает до конца а поздние гибриды они имеют больше потенциал урожайности поэтому имею сушилку мы можем сеять более поздние сорта но не дожидаться их спелости когда она высохнет на поле до а досушивать уже у себя в хозяйстве вот то есть хороший год когда более-менее нормальные дожди поздние гибриды дают конечно лучше больше урожай ну плюс это конечно да мы еще не зависим от погоды мы можем раньше убрать до дождей там да и потом не не мучиться в поле так не гробить технику по грязи подождем от собирать или по морозам какие гибриды вы сеете войну у нас разным и каждый год каждый год и опытные участки засеваем я вам скажу где-то и по фау средние от 200 до 300 фау то есть мы немножечко разбиваем начинаем там допустим 45 полей мы начинаем фау там 190 220 250 там 208 300 и постепенно потом начинаем их по очереди убрать сушить вы пользуетесь гибридами в основном отечественной селекции или зарубежные и зарубежные отечественной кстати еще один момент почему сушилка нужна то есть отечественные гибриды да они по урожайности не уступят импортно но у них не очень хорошая влагоотдача как раз таки то есть они плохо сохнут в поле то есть рубашка которая закрывает початок она не раскрывается поэтому початно как бы кукуруза початок остается завернутой и плохо плохо сохнет плохо дает влагу поэтому а семена отечественной стоят но сейчас раза наверное в три уже дешевле импортных поэтому имея сушилку все-таки выгодно до покупать отечественной выращивать и досушивать у себя в хозяйстве понятно если не секрет какие какие именно гибриды вы используете из отечественных какие хорошо показывать себя вашей зоны сейчас я основной пришел на компанию росагротрейд краснодарскую у них там есть и гибриды ксс рождь они же занимаются это там микси галифакс а вот из отечественных если прям то краснодарской 191 мне нравится из ранних но так много много разных у нас и к в с кавалер аллегра фернандо там тоже хорошие скажите какую долю кукуруза приходится досушивать я понимаю что в разные практически 100 но в разные годы по-разному понятно слезанску может вообще не приходится средний год такой до нормальной с влагой ну практически сто процентов на суши то есть как какую-то где-то мы снимаем 2 3 4 процента где-то мы снимаем и 10 процентов влаги то есть по-разному ну сушим практически все скажите пожалуйста а вот все таки почему выгоднее сушить кукурузу в деньгах если посчитать сколько берут за кукурузу да сколько дают за кукурузу которую вы только что собрали в поле сколько дают за досушенное зерно если так в рублях сказать это стонны ну где-то до 2-3 рубля прям это можно доски скидку получить то есть если вы вот мы им издавали влажную кукурузу сразу на завод и сдавали уже просушивали и сдавали уже сухую без скидок вот без скидок это это 2-3 рубля на тонну до дороже две-три тысячи строна на это это прям реально и опять же это вы должны понимать что перевозка выгоднее потому что машина не везет воду везет сухой продукт так перевозка длинным его я возили там в астон в рязань плечо очень длинные перевозки и получается что скидки до машины просто возили лишнюю воду мы платили за перевозку воды так и плюс опять тот кто не сталкивался говорят обождешься на молоке на воду будешь дуть да вот тот кто не сталкивался с проблемами приемки влажной кукурузы тот наверное до конца не осознает важный сушь у нас была проблема однажды когда мы убирали влажную отправили на завод машины стали в очередь много машин я вам скажу 600 тонн почти кукурузы вот и на заводе сломалась сушка у них прямо на заводе а вот и машины простояли два-три дня их развернули вернули нам обратно в хозяйство представляете вам возвращает 600 тонн влажной кукурузы что делать это колоссальный убыток поэтому один раз в 10 лет какая-то такая ситуация сложится которая благодаря благодаря сушилке который можно будет спасти урожай и она себя купит и тогда люди сразу поймут зачем она нужна тот кто занимается профессионально кукурузой больших объемов но без сушилки просто нереально вот кстати об объемах я хотела вас спросить расскажите пожалуйста как давно вы сушилку купили какой объем кукурузы вы получаете ежегодно вот при каких объемах она выгодна будет как инвестиция и может быть как быстро она будет зависит от урожая я бы не сказал от площади да все таки но я думаю если вы получаете хотя бы там ну не знаю там две тысячи тонн если у вас собираете кукурузу то уже на сушилку да вот мы поставим в полную мощность мы запустили в прошлом году скажу так то есть только прошлый год мы полностью прям сушили ее на полную потому что пока шла стройка пока это все что это за сушилка миг миг тридцать но мы просушили ну тысячи по четыре почти вот мы еще и соседним хозяйством помогли немного просушить вот так из пока сушилка была на гарантии нам надо было ее прям вот что называется испытать по полной да ну и опять же я хочу сказать что не только на кукурузу нужно сушил все таки вот и подсолнечник бывает да когда попадает на уборка когда начинаются дожди осенью и вот там же тоже он может там и подгнивать и кислотность повысится и все 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 и просто можно на неделю на две раньше убрать и спокойно не тратить свои нервы поэтому в этом году я думаю что мы будем сушить практически все если вот скоро сложится погода такая вы должны понимать даже даже пшеница мы ждем ее определенной влажность но никогда ты не уберешь ее с влажностью там какая должна быть пока уборка всегда она пересыхает и даже 234 процента потерянной влаги это деньги но это вес да то есть зерно высыхает влага влага испаряется вес меньше ну вот то есть мы убираем с влажностью там на 2-3 процента мы будем убирать на 2-3 процента выше стандартов необходимых и два-три процента скидывать на сушилке и мы будем точно знать что у нас вот вес вся влага какая нужна она вся осталась зерне вы понимаете да то есть мы вес зерна сохраняем вот на предельном допустимому уровне ну кроме того избегайте осыпания зерна осыпание да плюс пойдут дожди там может вымыться белок то есть она из третьего класса может превратиться в кураж там мы и так далее ну это уже такое второстепенно да скажите когда вы выбирали сушилку такие критерии для вас были важны как вы ее выбирали ну во первых у нас территория хозяйства не очень большая у нас как бы очень сложно ее было встроить да в нашу территорию нас все склады огорожено уже бетонным забором и сушилка должна была вот именно встать на свое место поэтому почему сушилка миг в первую очередь она не требует никаких фундаментов капитальных строений и ее не надо оформлять капитальное строение вот то есть это по сути она оформляется как мобильная сушилка ты подводишь газ оформляешь точку подвода газа и все и дальше как мобильное оборудование она подключается никаких сложностей с нет плюс она невысокая и мне то что удобно что я могу ее обслужить в каждый уголок залезть посмотреть там вот она она как бы даст и вписывается поскольку у нас еще база на территории села находится и сушилка низко и вся то ликина рубашка кукуруза весь мусор который вылетает во время сушки он остается у нас на территории базы он не летит по селу скажем так а вот шахтные сушилки которые вот высокий колонкову с них летит все вообще в округе особенно если ветер будет в сторону домов в сторону села вот ну просто местные жители нас добрым словом не вспомнил вот это тоже такой фактор который плюс она когда гудит вентиляторы гудят у нас опять же она низкая огорожено все бетоном и весь шум остается внутри базы скажем так колонковые высокие они ну как бы гудят уже уже на всю округу вот это тоже такой момент ну и плюс цена цена там она простая как велосипед ничего сложного в ней нету то есть я могу ее и сам где-то подкрутить подварить подбить подстучать но и плюс конструкция очень простая моторы там редуктор все почти все отечественное можно всегда поменять и завод рядом сервис хороший поэтому цена-качество я думаю то что надо игорь скажите пожалуйста вот вы назвали то что 2-3 рубля это примерный съем за влажную кукурузу но ведь сушка зерна тоже стоит каких-то денег вы не подсчитывали случайно как скоро можно купить подсчитывал да но грубо говоря на вот если мы получаем 3 рубля плюсом прибыли то на сушку мы тратим где-то рубль полтора то есть половина это затраты будут а половина это ваши прибыли но услышал кимик надо сказать наверное один из небольших таких недостатков там много редукторов моторов она потребляет достаточно много электричества вот поэтому к затратам газа плюс еще добавляются затраты электричества вот это тоже такой момент который может быть не очень приятный да но все равно сушить выгодно но если грубо говоря на какой-то там шахтной сушилке затраты будут составлять там допустим рубль на электричество на тонну да у нас на килограмм у нас будет рубль 20 рубль 30 чуть больше все остальное я разницы не вижу и плюс ник мне очень понравился на сушит достаточно быстро кукурузу то есть с при съеме где-то десяти процентов влаги она сушит но реально где-то 10-12 тонн в час эту реальную производительность я считаю что это очень хороший показатель для сушилки 30 в час который они презентуют производительность очень хорошие коллегам у которых есть и газ на базе вы рекомендуете такое приобретение да 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 мне нравится плюс то что ее можно настроить как угодно и семенной материал можно просушить и старт толщину слоя вы можете но и просто настраивается как скрипку да там столько параметров и толщина слоя и температура воздуха горячего и скорость транспортера быстрее медленней вот я могу точно значит я выставлю допустим там 40 градусов температуру небольшой слой прогоню зерно и она не потеряет пассивных качеств своих именно семенной материал вот я знаю что вот такие конвейерные берут именно те кто занимается еще семенами хозяйства вот это для меня тоже как бы было важно поэтому мне мне понравилось что она настраивается вот вообще просто как хочешь так и настраиваешь под любую культуру под любую важность ну наверное на следующий год если вдруг возникнет какой-то коллапс семенами да не будет там зарубежных этих прекрасных гибридов с хорошей влагодачей то в принципе вы свое хозяйство уже защитили от возможных рисков ну да это сушилка сушилка я говорю когда уже еще момент такой почему сушка нужна если у вас нет достаточно количества складов чтобы хранить вот почему вот я себе у меня нет когда хороший урожай мне не хватает что здесь урожай положить у себя нам приходится мы вынуждены но сейчас настроены вынуждены были продавать часть урожая сразу с поля скажем так ну некуда положить и продаешь ты его влажный как правило вот если сейчас люди найдутся которые скажут да ну вот мы можем подождать мы можем убрать там декабре там или по морозам и там не надо тратиться на сушилку все такое но большой вопрос еще в складских помещений построить склады сейчас это очень дорого вот а сдавать влажную это очень невыгодно такая вилка поэтому если нет достаточным количества складов выгоднее поставить сушилку просушить и сразу сдать сухое это все равно выгоднее намного